Друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем тестировать новинку компании IGP Proектор S5 и сравнивать его с бестселлером компании Gubo Pro Proектором X60. Для того, чтобы все было честно, мы их поставили на одинаковом расстоянии. Будем замерять потребляемую мощность, яркость, температуру и, соответственно, проверим в итоге, каким образом они будут светить непосредственно на улице. Мы подготовили два одинаковых слайда. Будем приступать. Вот это у нас проектор IGP S5. И вот у нас проектор Gubo Pro X60. Мы сейчас наведем две картинки друг на друга. Увидим, что у проектора IGP S5 картинка больше. На скидку процентов на 15. Отведем их все назад. И будем тестить дальше. Начнем с потребляемой мощности. У нас проектор уже работает несколько часов. Проектор. Вот он, IGP S5. При заявленных 55-ти ваттах потребляет у нас 44. И проектор X60. При заявленных 60-ти ваттах. Смотрим. Потребляет 59,5. Первую часть эксперимента закончили. Теперь будем смотреть температуру. Термометр. Прогретый проектор IGP S5. 58,5 градусов. X60, 36,7. Все-таки наличие активного охлаждения дает о себе знать. А теперь будем мерить яркость. Уже со слайдом. Уже максимально приближенно к реальным условиям. Итак. Расстояние порядка 3,5 метров. Двухцветный самый обычный слайд. Яркость в центре у нас. Ну вот. Практически 2800 люкс. Немножко от центра отходим. Буквально четверть радиуса. 2500 люкс. Да, 2600. Отходим на середину радиуса. Вот у нас 2300. Три четверти радиуса. Уже 1880. И самый край. Ну вот. 1400. Пусть 1450 люкс. То есть. При уже вставленном слайде. Падение яркости у нас составляет 50% от центра к краю. Это у нас был проектор IGP S5. Возвращаемся к проектору. Губа ПРО. Икс 60. И делаем все то же самое. Сейчас остановим вращение. И меряем яркость. Итак. Яркость в центре. 2200 люкс. Четверть радиуса. 2195 люкс. Половина радиуса. 2160. Три четверти радиуса. 2090. И вот возьмем самый край. Снова 2120. То есть падение яркости на всей площади. в районе 5% максимум. Вот они наши два проектора. С совмещенными изображениями. На видео сейчас может быть не очень хорошо видно. Яркость падения от центра к краю. Но для того, чтобы это было видно хорошо, мы выйдем на улицу и протестируем в реальных условиях. Продолжение следует...